Добрый вечер! В Республике 18.00 в прямом эфире информационная программа «Сегодня» с важеннейшими событиями дня. С вами Ольга Цхавребова. Коротко о главных темах. Для будущих чемпионов в спорткомплексе «Алим» состоялось торжественное открытие боксерского зала. Куда пропадают миллионные средства, предназначенные для Комитета связи и массовых коммуникаций? Продолжаем расследование. Бесплатное лечение в одном из лучших медицинских центров. Дети, страдающие ДЦП, будут направлены в Северную Осетию. Свежие продукты от производителей и открылся новый сельскохозяйственный рынок. Тренироваться в спортивном комплексе «Алим» теперь могут и боксеры Республики. Сегодня в торжественной обстановке открылся боксерский зал, где есть все необходимое для полноценных занятий. Наш корреспондент Яна Плеева побывала на открытии. До сегодняшнего дня официально в комплексе «Алим» занятия проводили только гимнастки. Успели даже провести состязания в одном из самых красивых видов спорта. Сегодня торжественно открылся боксерский зал. Подвешенные боксерские игруши нескольких видов – современный ринг. Есть все необходимые атрибуты для занятий боксом. На церемонии открытия приняли участие президент Республики Леонид Тибилов, председатель парламента Анатолий Бибилов и именитый чемпион мира по боксу Мурат Гассиев. Праздник для всех любителей бокса имеет большое значение в спортивной жизни Республики. При общении к здоровому образу жизни начинается создание условий для его занятий. Поэтому есть надежда, что со временем ряды наших молодых боксеров пополнятся новыми талантливыми людьми. Большое спасибо, в первую очередь, руководству Республики за то, что благодаря им в таких условиях будут наши дети тренироваться. В первую очередь будет здоровая молодежь и потом еще и чемпионы большие. Все видели, какой был боксерский маленький усилен и нашим боксерам, и Республики Леонид Тибиловича. И еще раз большое спасибо, Анатолий Тибилович. И думаю, что боксеры не подведут. Будет очень много, во-первых, здоровых детей и будут, вот как Гассиев Мурат, большие чемпионы у нас будут. Занятия и тренировки в новом комфортном зале должны дать толчок для роста новых профессионалов, а может и будущих чемпионов. Президент Республики отметил значимость открытия спортивных объектов, так как здоровье нации – одна из приоритетных задач. Президент Республики Леонид Тибилович. Президент Республики Леонид Тибилович. Президент Республики Леонид Тибилович. Чемпион мира Мурат Гассев, как он сам сказал, намерен вместе с югостинскими боксерами прославлять нашу малую родину. Для этого теперь у нас есть все возможности. Эти усилия были не напрасными. Ребята все будут заниматься, ставить перед собой цели, доходить до них и прославлять нашу малую родину. А сетью не будем делить на южную, северную. Мы все один народ и трудимся все на благо. Кто-то в политике, кто-то в искусстве, кто-то в спорте. И я хочу всем пожелать, чтобы общими усилиями проставляли нашу маленькую родину. В завершении церемонии открытия Мурат показал мастер-класс с участием нашего юного боксера, который также имеет успехи в этом виде спорта. Как мы видим, с первых минут Алик взял высокий тейп. Выдержит ли он все 12 раунда? Кажется, наш чемпион пропускает удары. Постепенно спортивный комплекс принимает все больше и больше спортсменов в разных видах спорта. И будем надеяться, что в ближайшем будущем мы услышим об их громких победах. Яна Плеева и Докочева. Информационный выпуск сегодня. В селе Куэрнет Схневальского района завершаются работы по обустройству дороги и налаживанию водоснабжения. Два месяца назад президент республики встретился с жителями села Куэрнет. Они рассказали президенту о существующих проблемах водоснабжения, плохие дороги. Главой государства были даны указания соответствующим службам. И процесс начался. Никогда за всю историю в село не было снабжения питьевой водой, впрочем, как и во всех селах Южной Осетии. Воду принято было носить из находящихся вдалеке источников. Другая извечная проблема – сельские дороги. Также была знакома к вернецам. Дорога в село находилась в таком состоянии, что в дождливую погоду невозможно было добраться на автотранспорте. Президент республики Леонид Тибилов дал поручение главе Схневальского района Алану Плееву и руководителям других служб в кратчающие сроки решить все проблемы, все вопросы. И в первую очередь – в проблему с водоснабжением. Указания главы государства поэтапно выполняются. В одну часть села, называемую Коштасах, дорогу уже благоустроили, провели воду. В другой части села Джабитасах в настоящее время ведутся работы по проведению водоснабжения. Стройку сегодня проинспектировал гуссоветник президента по работе с районными администрациями Борис Чучиев. Наша основная задача – сделать нормальные условия для проживания в сельской местности. Даже в тех селах, где остается хоть один житель, должны быть созданы условия для проживания. Мы двигаемся в этом направлении и работа продолжится. Президент после встречи с сельчанами дал соответствующие поручения – решить проблемы жителей. Я несколько раз приезжал в эти села. В село Кочевых проблемы с водоснабжением и дорогами в кратчайшие сроки были решены. Работы в селе Куэрнет в Джабитасах немного затянулись. Из-за того, что работниками ГУП Мелиорация пришлось бурить скважины несколько раз. Теперь, как вы видите, работы по водоснабжению завершаются. Основная часть работ выполнена. Я хочу поблагодарить администрацию Цхинвальского района и руководство ГУП Мелиорация. Работы начались две недели назад. Есть все необходимое – рабочая сила, техника. Работы начались неделю назад совместно с ГУП Мелиорация. Они бурили скважины, а мы параллельно занимались строительством дорог. Отсюда мы перейдем в ТДС. Там тоже проблемы с водой и дорогами. Здесь мы поставим большой резервуар в 10 тонн. Этого будет достаточно, чтобы обеспечивать сельчан водой. Мечта Квернецев сбылась. Теперь не придется ходить за водой в самый конец деревни. Воду провели прямо в центр села. Столько времени здесь жили, никогда у нас не было воды. Мы до сих пор не верим своим глазам. Спасибо большое руководству республики. Всем, кто оказал содействие и работал здесь. В Кош-СССР села Квернецева были аналогичные проблемы. Здесь постоянно проживают всего 4 семи. Однако и здесь, по поручению президента, сделанные дороги провели воду в центр села. В последнее время руководство республики уделяет нам большое внимание. Жители сельской местности вздохнулись спокойно. В этих селах никогда не было дорог, воды. Спасибо большое руководству республики и главе районной администрации Алану Плееву. Постепенно проблемы жителей сельской местности решаются. Строятся дороги, мосты, проводятся линии электропередачи, вода. Есть надежда, что в скором времени в Южной Осетии не останется ни одного села, лишенного благ цивилизации. Зарина Кочиева, Арсен Гассиев, информационный выпуск сегодня. Министерство здравоохранения периодически приглашает в республику специалистов узкой направленности для осмотров, консультаций и дальнейшего направления на лечение жителей нашей республики. Сегодня с 10 утра в детской поликлинике врачи из Северной Осетии осматривали детей с детским церебральным параличом. Репортаж Ирины Бетивой. В Южную Осетию приехали специалисты из Центра коррекции двигательных нарушений. Они проводят осмотр детей с детским церебральным параличом, чтобы в последующем пригласить в свой центр для прохождения реабилитации. Мы пригласим всех на лечение, всех, кто нуждается. То есть это будет не одновременно, а в течение какого-то времени, не по очереди будут приезжать, но все, кто нуждается в лечении, все, кому мы можем помочь, им всем гарантирована наша помощь. Человек живет с этим всю жизнь, из лечения редко подлежит, это только улучшение качества жизни, скажем так. Но в лечении они нуждаются, и в нашей помощи нуждаются дети, и в медицинской, и в психологической, и в человеческой. Врачи во время осмотра задавали родителям интересующих вопросы, чтобы определить, нет ли у детей параллельно других заболеваний. Все дети, которые пришли на осмотр с диагнозом ДЦП, имеют возможность пройти трехнедельный курс реабилитации. Центр предусматривает лечение детей кинозатерапией. Этот метод лечения позволяет максимально раскрыть и улучшить имеющийся двигательный потенциал детей и закрепить его. Еще одним эффективным методом лечения этого заболевания является ипотерапия, то есть лечение движением с помощью лошади. В центре оказывают воздействие на опорно-двигательный аппарат для улучшения двигательной способности и через практическую медицину, которая стимулирует улучшение общего состояния здоровья детей. Помимо всего этого, на территории центра функционирует стоматологический кабинет, где проводится лечение с учетом особенностей состояния здоровья этих детей. Для детей с этим заболеванием у нас в республике оказывается медикаментозная помощь, несмотря на то, что не все дети наблюдаются в местной поликлинике. В городе с диагнозом ДЦП 44 ребенка, но это не говорит о том, что они прям все у нас стоят на учете. Мы просто их знаем по месту жительства. Некоторые из них проходят свое лечение во Владикавказе, но проживают здесь. Тем не менее, это наши дети, они у нас стоят на учете. Независимо от того, где они получают инвалидность, мы их обязаны наблюдать и наблюдаем. Все, что касается детской поликлиники, свою помощь медикаментозную они получают регулярно. То есть каждый ребенок находится на определенном медикаментозном лечении. Это, не могу сказать, определенные препараты, потому что у каждого ребенка подобраны свой курс лечения. Да и регулярно, раз в месяц, по мере того, как у них заканчиваются препараты, они к нам подходят, и невролог выписывает им рецепты. Болевые писаны, мы их обеспечиваем. Независимо от того, состоят они на учете в Южной Осетии или где-то в другом месте, они проживают у нас и получают лечение у нас. Центр коррекции двигательных нарушений детей с ДЦП ИР создан для того, чтобы помочь как можно большему количеству детей с подобным диагнозом. Одним из основателей и меценатом центра является выходец из Южной Осетии Руслан Бек Икаев. Центр открыт недавно, работает всего 9 месяцев, но по предложению Икаева в нем будут лечиться и дети из Южной Осетии. Родители, сопровождающие своих детей, смогут жить на территории центра в гостинице. Ирина Битева, Ринат Медоев, информационный выпуск сегодня. Оборудование изношено, на его ремонт и закупку нового нет средств. Между тем, средства на трансляцию российских каналов оседают на счетах частной фирмы. Любые попытки перезаключить договор и направить средства на нужды связи наталкиваются на преграды. В почти детективной истории пыталась еще раз разобраться Роза Тедеева. Еще одна поправка в бюджет республики, которую не одобрили на сессии парламента. Выделение дополнительных финансовых средств на нужды комитета связи и массовых коммуникаций. Изначально, когда комитет связи обратился в правительство за помощью, речь шла о деньгах на закупку оборудования для введения в республики цифрового вещания. Это оборудование стоит дорого. Такими средствами правительство не располагает. После обсуждения вопроса было решено выделить дополнительные деньги на улучшение качества аналогового телевидения и закупки новых станций, которые бы позволили транслировать местный канал в местах, где его нет. На эти цели правительство утвердило на заседании более 13 миллионов рублей. Мы решили пока приобрести аналоговые передатчики и построить две ретрансляционные станции. Это в селении Синагур и в Ленингорском районе, там три населенных пункта. Там, где никогда не показывала телевидение, осетинская программа. Ну, хотели там сделать базовые станции. И обратились, тоже вот поговорили с председателем комитета, который курирует непосредственно связь. С ним говорили, они одобрили, потом с депутатами поговорили, вроде некоторые одобряли. Парламент не одобрил поправку, ссылаясь на то, что в документах указана другая цель выделения средств – внедрение цифрового вещания в республике. Как только замечания будут учтены, как заверили на сессии парламента, деньги будут выделены. Однако, возвращаясь к проблемам комитета связи, накануне председатель правительства затронул вопрос трансляции российских ведущих каналов на территории нашей республики, за обслуживание которых, как мы уже отмечали, компании платят деньги. Деньги, причем миллионные суммы, оседают в чужом кармане. Точнее, согласно договору, российские компании платят за обслуживание своих каналов компаний, зарегистрированной в республике Северная сеть Аланя, электросвязь. Работу этой компании выполняет комитет связи. По решению руководства страны, генеральная прокуратура начала проверку по данному вопросу. Эта компания никакие средства не перечисляет на поддержание техническое и развитие вот этих телекоммуникаций наших. Прокуратура одновременно занималась разбирательством по делу вот этой организации электросвязи. Его руководитель этой организации, ее руководитель, Кочиев, Валерий Харидович, обратиться с просьбой к руководству парламента провести парламентское расследование по его делу, поскольку правоохранительные и другие органы необъективно подходят к расследованию этого дела. Парламент создал комиссию. Эта комиссия до сих пор свою работу не завершила. Но наши обращения, наши обращения в адрес руководства российских телеканалов были блокированы обращениями председателя парламента не принимать пока никаких решений, пока не завершится работа парламентской комиссии. Кочиев молчит, ничего не говорит. Он даже договорно не показывает, чтобы мы увидели, на что же эти деньги должны идти и можем ли мы на них рассчитывать, потому что вообще мы зря рассчитываем на них. А самое главное, мы не можем заключить договора с российскими телеканалами по той причине, что парламентское расследование не забудет. Расследование вопроса взято на контроль заместителем председателя правительства Аланом Теховым, который обращался к руководителям российских каналов. Мои письма на имя Константина Эрста и Добродеева, которые я впервые написал в феврале 2015 года, ко мне пришел вежливый отказ и со ссылкой на письмо председателя парламента не рассматривать пока письмо заместителя председателя правительства. У меня же только благие были намерения, правильно? Получить эти деньги и запустить их, скажем так, в производство, чтобы выкравить эту ситуацию. Тем не менее, это письмо было направлено, я, например, считаю, что это вмешательство одной ветви власти в деятельность другой, что значит не рассматривать письмо заместителя председателя правительства. Я такой формулировки вообще никогда в жизни не видел. На мои письма в парламент, когда была создана комиссия, когда она закончена работать, никаких ответов нет. На мои дальнейшие письма опять я написал, где-то месяца полтора-два назад, опять ответ Константина Эвенсту, где красной чертой проходит ссылка на завершение работы так называемой комиссии, которая, по большому счету, какие у нее полномочия, я даже не знаю. Что она может, какой вердикт она может вынести, тоже не понимаю. Созданная парламентская комиссия, как заверил председатель парламента, работает. Гражданин Кочиев действительно обратился с этим вопросом в парламент. Более того, рассказал о закупке некой вооборудования, которым он сегодня не может распоряжаться. В первую очередь хочу сказать, что парламент не занимается расследованиями, он просто изучает, что на самом деле произошло. Была создана комиссия выправы, комиссия была создана по обращению гражданина нашей республики Кочиева Валерия Харитоновича, где он ссылался на то, что оборудование, которое он закупил, закупила его фирма, было, значит, скажем так, аннексировано, что его не допускают к оборудованию, у которого есть все документы, которые определяют правоприемность того, что это все его оборудование. И, исходя из этого, мы создали комиссию. Действительно, были закуплены, закуплены это оборудование. То есть, те факты, которые он принес к нам, как бы они имеют место. В основном, значит, эта комиссия действительно поработала очень серьезно, скрупулезно. Единственное, почему мы сегодня не можем, скажем так, огласить, выводы этой комиссии, это потому, что мы еще направили дополнительные запросы в ведомство, в Генеральную прокуратуру, в частности. Я уверен, что после того, как на эти запросы нам дадут ответы, и другие этой комиссии, и работы этой комиссии, они будут оборудованы. Между тем, Хасан Гигулаев, как председатель комитета связи и массовых коммуникаций, не понимает, в чем заключается работа парламентской комиссии. К нему, как к руководителю ведомства, от парламента не было никаких обращений. Проводится парламентское расследование. Но если проводится расследование, я, председатель комитета связи, есть у нас куб телерадиосетей, и кто-то же должен был подойти. И если у них есть какие-то вопросы, они должны спросить нас или нашего группа. К нам никто не подошел по этому вопросу, и никто не спрашивает, какое расследование производят, что за расследование, что они проверяют, как они проверяют, кого проверяют. Мы не в курсе дела. Никто к нам не подошел из парламента и не спросил. Даже не поставили в курсе дела, что есть какое-то расследование. Расследованием по поручению президента занимается Генеральная прокуратура Республики. Согласно полученной в ведомстве информации, проверочные мероприятия на территории Республики завершены. Однако следствие ожидает ответы на ряд запросов в компетентные органы Российской Федерации для получения информации от ВГТРК, Первого канала и ТВ-центра. Именно с этими компаниями у электросвязей договорные отношения. Сумма, которая от телеканалов поступила на счет электросвязей, шокирует. По данным Генпрокуратуры, за период с 17 марта 2006 года по 21 октября 2014 года она составила 196 миллионов рублей. Из этих денег ни рубля не поступила в бюджет Республики Южная Осетия. В интересах следствия Генеральная прокуратура пока не может назвать имен и фамилий. Но как только будут получены ответы по запросам, Генеральная прокуратура примет процессуальное решение. Роза Тедеева, Александр Кочиев, информационный выпуск сегодня. Овощи, фрукты, молоко и другие натуральные деревенские продукты теперь можно купить на сельскохозяйственном рынке, который открылся на территории бывшего винного завода в Цхинвале. Эльвира Тибилова прошлась по новому рынку. На территории бывшего винного завода Цхинвала открылся новый оптовый рынок сельскохозяйственной продукции. Рынок работает в течение 10 дней. На прилавках продукты, завозимые из Российской Федерации. И сельскохозяйственная продукция, производимая местными фермерами. По словам предпринимателей и продавцов, цены на их товары невысокие. До сих пор мы продавали нашу продукцию напротив второй школы. Было тесно, поэтому пришлось перейти на новое место. Продукция у нас разнообразная. Про новое место оптового рынка знают не все. Приглашаем всем посетить новый рынок и сопоставить цены. Свою продукцию также продают и жители деревень из частных подворий. Овощи, фрукты, молочные продукты, живых птиц. Одним словом, все то, что производится в деревне. Для представителей частных подворий крайне важно сбыть товар вовремя, чтобы успеть на свой лесовой автобус. Поэтому расположение рынка очень выгодное. Рынок новый и поэтому нуждается в обустройстве. За водой и удобствами продавцам приходится ходить в другие места. Нет также и вывески. Выражаем благодарность всем, кто помог нам с новым местом. Однако рынок все еще нуждается в создании элементарных условий. Мы следим за чистотой, убираем за собой мусор. Однако вода и уборная, и для продавцов, и для покупателей необходимые вещи. Рынок работает с 6 утра до самого вечера. Эльбрия Тепилова, Азиз Бакаев. Информационный выпуск сегодня. Министерство сельского хозяйства регулярно проводит мероприятия по выявлению болезней скота. В селе Тбет обнаружили один случай заболевания бруцеллезом. О том, что это за недуг и опасен ли он для человека, в сюжете нашего корреспондента. В республике нет масштабных проявлений бруцеллеза. Есть только единичные случаи в селе Тбет. Но и там ситуация под контролем соответствующей службы Министерства сельского хозяйства. Каждый год ветеринарные службы республики проводят забор крови для выявления этой болезни. Причем фермеры и сами изъявляют желание, чтобы их скотина проходила полный ветеринарный осмотр. Но все же время от времени некоторые болезни дают о себе знать. Три месяца тому назад такой же плановый забор был организован в селе Тбет, где было выявлено пять голов крупно-рогатого скота дуйного стада, которые были больны бруцеллезом. Значит, ситуация, по большому счету, отслеживается. Значит, насчет как бы свирепствования глобального масштаба. Здесь об этом говорить рано или вообще об этом говорить можно и не говорить. Потому что с бруцеллезом мы сталкиваемся еще с советских времен. Сейчас сегодня из этого делают трагедию. Я думаю, что это излишне. Ветеринарные службы предупредили фермера и взяли у него расписку, что он в ближайшее время не будет продавать мясо и молочные продукты, пока болезнь полностью не излечится. И хотя бруцеллез – инфекционное заболевание, особой опасности для людей и животных в наше время она не представляет. Ситуация, она находится под контролем. Сегодня нельзя говорить о том, что в других районах там пизде все чисто, кроме вот этого случая. И говорить о глобальности и говорить на шут свирепствования этой болезни не приходится. Правительством республики ежегодно выделяются денежные средства для того, чтобы делать забор крови у животных. И в Министерстве сельского хозяйства имеются все необходимые медикаменты для планового проведения всех процедур. Бруцеллез – это у нас инфекционное заболевание. В основном оно передается человеку через молоко и сырое молоко, и через мясо. Через мясо оно передается, если при убое животное на порезе рук, когда бывает, тогда попадает. Через молоко, только через сырое молоко. При кипячении она сразу погибает, при моментальном кипячении. При постерилизации, при 70 градусах, она в течение 10-20 минут погибает. Мясо, бруцеллезное животное, идет на переработку, промышленную переработку. Колбасу, копчение, все это идет, на пищу идет. Еще одно доказательство того, что в республике нет бруцеллеза, отсутствие заболевших людей. К счастью, таких жалоб и обращений нет. Эльвира Дебилова, Регина Черткова, Александр Куков. Информационный выпуск сегодня. У меня на этом все. В 20.30 смотрите новости с Алиной Кисиевой. А я на этом прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин